Страшную находку накануне днём обнаружили местные жители вот в этом контейнере. Мёртвая девочка лежала без пелёнок и тряпок, просто в пакете для мусора. Головой вниз, рассказывает Лидия Вапник. Именно она нашла ребёнка. Говорит, заметила, что малышка была доношена и следов побоев или крови не было. Предположила, что оставили её тут совсем недавно, поскольку тельце даже не успела закоченеть. Я бутылки иногда беру, смотрю, две бутылки. Я вот и человек, глядь, лежит, думала кукла. Когда посмотрела, ближе пальцем тронула ребёнок. Ребёнок. Взяла, взяла ножку, поняла, посмотрела, поповинка обрезана девочка. К общежитию на бульваре Ивана Каркача съехались сотрудники милиции, прокуратуры, эксперты, криминалисты и кинологи. Местные жители говорят, служебным собакам поначалу даже удалось взять след. Искала собака, где-то там довела до общежития, но не нашла. Тело малышки отправили на экспертизу. Специалисты должны установить точную причину смерти девочки. А горе-мать правоохранители продолжают разыскивать. Проводятся оперативно-рассчитывные заходы о установлении психообъективных данных данной подии. Опытываются мысль в конце. За результатом экспертизы будут приняты решения о порушении криминальной справки. Правоохранители уже опросили всех жителей общежития. Главный вопрос милиции – были ли среди местных беременные женщины. Да их тут куча на самом деле ходила. А конкретно, чтобы так вспомнить, кто именно, нет. У нас же общежития, тут приехали ж приезжие из деревни, там мало ли, может они, а так. На данный момент эксперты установили, ребенок родился живым, но с врожденным заболеванием сердца. За то, что женщина оставила дочь умирать, ей грозит до 8 лет тюрьмы. Лидия Калинина, Виталий Осьмачко, медиагруппа «Объектив».